Друзья мои, прежде чем представить наших гостей, мне бы хотелось вот эти персональные аплодисменты адресовать Красноярской филармонии, которая в это чудовищно непростое время для концертных площадок все-таки делает всевозможность, чтобы мы имели возможность знакомиться с ведущими музыкантами планеты. Я к тому, что 11 февраля, это уже завтра, в малом зале Красноярской филармонии, Красноярский камерный оркестр предстоит музыкантов из Португалии. Вместе с сибирским коллективом впервые выступят дирижер Жозе Эдуардо Гомеш и трубач Жуао Морейро. Концерт пройдет при поддержке посольства Португалии в Москве и института Камоноса. Это первый визит в город наших известных португальских музыкантов, они находятся в нашей студии. Я вот с удовольствием вам представляю, рядом с нами сидит Жозе Эдуардо. Жуао Морейро находится вот непосредственно уже в такой концертной позиции. Доброе утро, дорогие наши друзья. Да, доброе утро, и сейчас мы услышим сразу уже приятную мелодию. Жол, прошу, прошу. Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу сказать, что Жуао окончил высшую национальную оркестровую академию в Португалии, магистратуру высшей школы музыки и театра в Гамбурге. Это, естественно, Германия, победитель многочисленных конкурсов. Жуао просто хорошо говорит по-русски, поскольку у вас с Россией связан определенный период жизни. Можно в двух словах, как попали в Россию и насколько это было полезно с точки зрения, конечно, творческой карьеры, опыт? Да, я не могу сказать, что я хорошо говорю, но я говорю по-русски, это правда. Нет, я жил в России пять лет. Я играл в пять лет, я был солист оркестра музыка «Этерна», содержал Теодор Куренсис. И я там учился русский язык. И это, я очень, очень рада, что я вернулся в Россию, страну, которую я очень люблю. И тоже очень рада, что я переброс в Кразной Айрск. И очень рада, что я могу здесь музыку делась, хороший дирижер и друг, José Эдуардо Гомес. Как вы переносите такую погоду, минус 32 на улице? Труна. Но тоже интересно. Она спросит, как мы чувствуем, как температура на руке? Добрый день. Эта температура не очень комфортная для нас, мы не обучаем. Да, это не комфортная температура для нас, конечно. Слушайте, приезжая в Сибирь, вы всегда можете рассчитывать на теплый прием. И поверьте, вся эта зима была такой, знаете, мягкой, практически европейской. И только под ваш визит ударили морозы, мы сами в шоке, поскольку для нас это тоже не очень комфортная температура. Я хочу спросить у Жозе, что успели, успели ли порепетировать с нашим оркестром? И насколько это комфортная история играть или управлять, дирижировать чужими музыкантами? Насколько вы ощущаете слаженность коллектива, насколько вам комфортно в роли дирижера? Става candid아니, как ты чувствуешь, когда ты дирижешься в педагогу, как вам веришься в педагоге? А вантажем на музыке é как лингуэзем ехать. Интернациональное. И музыка, какова, как у вас видишь, это чувствую очень хорошую реакцию. Вот Режо скажет, что если есть такая красивая история в музыке, чтобы это не есть язык, нет языка на музыке, поэтому музыку можно делать на все мире, и он скажет, что оркестр очень хорошо играет португальскую музыку, и чтобы он сразу, когда спросит что-нибудь, сразу получает результат. А какие произведения будут звучать на концерте? Хорошо, но и Граим, о чем мы будем слушать на концерте, Вианна Дамота? Вианна Дамота, который очень важный композитор, в Португалии Вианна Дамота. И мы будем слушать музыка слава, из Неруда, концерте тромпет. И вся слава музыка, из Неруда, трюба концерта. И Дворжак, с кордами. И Большая Серената, из Астронии, из Дворжак, концерта. Хотелось спросить, есть ли отличие зрителей в России от зрителей в Португалии? Насколько тепло вас принимают наши местные, сибирики? Вот, и Анисна, если я право наполнил. Оно, о что ты чувствуешь когда preferишь tocar эта музыка на почве? Как я уже говорил, что важно, что это такое, и то, что это такое, и то, что это такое. Как ты сказал? Не важно где-то, но только, если вы получаете счастливое, это как-то это такое. Но это огромное эмоция по-моему, а потом 8000 км. Но большая счастлива, что он играет португальскую музыку на 8000 километров из дома. Большое спасибо за то, что позволяете знакомиться с португальской музыкой. Она не так хорошо изучена российским слушателям. Это уникальный шанс понять и почувствовать. А вообще, вы абсолютно же правы, музыка это универсальный язык общения. И она понятна всем. И это то качество, которое я обожаю музыку, любую. Друзья, это последний вопрос. Он касается, мы сегодня говорим о том, без чего невозможно утро. Какие у вас есть, я не знаю, ритуалы или привычки, без которых не проходит ни одно ваше утро? Надеюсь, это правильно. Я хочу спросить, если ты хочешь, если есть какое-то что-то импределенное для того, чтобы вы играть на концерт. А единственное, что я делаю, além того, что я делаю на концерт, это концентрирование и привыкнуть на концерт для оркестра, чтобы улучшить лучшие результаты. Нет, есть небольшой ритуал, небольшой секрет, просто есть банана. Банана? Нет, и потом концентрируйте хорошо, чтобы все будет нормально, все, как он репетировал, и чтобы... Может быть, у вас есть любимая мелодия? Морнинг мелодия? Может быть, любимая, как я спрашиваю, может, есть какая-то любимая мелодия? Может, ты напеваешь что-то? Вот так и уже нам хорошо стало, понимаешь? Друзья, большое спасибо. Давай напомним, когда пройдет конфликт. Я хочу сказать, что завтра, 11 февраля в малом зале Краснодарской филармонии, камерный оркестр представляет вот этих замечательных музыкантов. Еще раз напомню, Жизе Эдуардо Гомеш, дирижером, будет работать с нашим оркестром, а Жуамо Рейро, ну, вы видите, он трубач, он уже исполнил прекрасную мелодию, друзья. Ну, я уверен, это будет незабываемо. Вам аплодисментов, отличной публике, и, конечно, осуществление вот этой миссии, нести музыку, это самое важное.